всем привет сегодня ответ на вопрос от и кто такие канадцы или какие они канадцы по-моему вопрос даже звучал как что это за зверек такой канадец но это юбилейный 80 выпуск и сегодня будет много отрывков начнем вот с этого я его назвал разборка на дороге крик и и и и и и и Thank you. Thank you for stopping. It's okay. Thank you. Are you sure? I'm sure. Thank you. I was going too fast. That's my fault. Thank you for stopping, sir. You have a good Memorial Day. You're sure you're okay? I'm positive. Thank you. Just be safe. And I'll do the same. Thank you. Okay. Slow down. And I'll slow down too. Okay? We're good? Удачи! 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 Когда хозяева вернулись домой с прогулки, они обнаружили пакет с вещами, а еще записку, которую оставил грабитель. В записке были искренние извинения и признания, что он совершил серию ограблений этого дома. Мол, возвращаю все украденные вещи, это электроника в основном. А еще оставил 50 долларов за разбитое стекло в двери. Полиция, тем не менее, продолжила поиски, говоря, что преступление есть преступление и закон есть закон. Ну, я бы на месте полиции особо не усердствовал. Ну или вот карикатура. Ты спишь с моей женой. Оба, жена и любовник, говорят sorry, но муж говорит no, I'm sorry. А еще канадцы могут извиняться за то, что извинились. А еще, например, антарийские суды не рассматривают извинения как признание вины, и это не шутка. Когда-то обвинители в суде могли довольно легко установить вину. Все, что им нужно было сделать, это доказать, что кто-то извинился, и все, вина доказана. Это рассматривалось как признание вины. В 2009 году был принят закон об извинениях. Дословно, извинение означает выражение сочувствия или сожаления, независимо от того, признают ли эти слова или действия, вину или ответственность. Ну и все, теперь в судах Антарио извинения не принимаются судьями как признание вины. Канадская писательница Эмили Киллер говорит, что канадцы, говоря о ссоре, часто имеют в виду совсем не извинение, а сожаление о том, что встретили такого идиота, как ты. Но, мол, я не хочу тебя сейчас оскорбить. Ну, наверное, доля правды в этом есть. Но, ребята, для тех, кто едет в Канаду, приучайтесь говорить ссори по поводу и без повода. Ну, так принято. В больших городах, таких как Торонто, где очень много иммигрантов, это может быть и не так важно. Но там, где иммигрантов мало, особенно где-то на периферии, это реально элемент культуры. Еще канадцы очень неконфликтны. В разговоре с ними вы очень редко услышите какие-то возражения, даже, я уже не говорю, грубость. В основном, что бы вы ни сказали, они будут соглашаться, даже если не согласны. Если они не согласны, то, скорее всего, промолчат просто, ну или хмыкнут как-то. Но если они захотят выразить свое несогласие, они скажут что-то типа «that's right, but», и далее как-то мягко возразят. Есть, конечно, исключение, если вы себя ведете как-то непристойно или что-то нарушаете, то могут и накричать даже. И обозвать идиотом. Наблюдал такое несколько раз. Кстати, почему-то слово «идиот», по-моему, не считается чем-то сильно оскорбительным, в отличие от русского языка. Наверное, это, как сказать по-русски, дурак или болван. Оно, ну, обидно, но как-то не сильно оскорбительно. Еще канадцы очень политкорректны. Это немного не то, что вежливость. Ну, вы знаете, наверное, что здесь ЛГБТ никак не притесняется. Парады проводятся, а для политиков считается правилом хорошего тона. Ну, и в целях пиара, конечно, появиться на этих парадах. Также разрешены однополые браки. Реальные браки с выдачей свидетельств о браке и со всеми юридическими последствиями для сторон. А также разрешено усыновление однополыми парами детей. Еще канадцы нетерпимы к расизму. Примерно последние пару лет очень популярной темой стало извиниться перед индейцами. Indigenous people. Это называется примирение. Даже новый выходной ввели 30 сентября в прошлом году. Национальный день правды и примирения. Правда, он не является обязательным для частных компаний, но моя компания, например, в прошлом году сделала его выходным. Надеюсь, что и дальше так будет. Еще в новом бюджете Канады заложено более 10 миллиардов долларов на поддержку усилий по примирению с общинами коренных народов. Ну, смахивает на распил бы была или пиар, или то и другое. Но какая-то часть, видимо, будет потрачена именно на эти цели. Политкорректность, правда, иногда заходит слишком далеко. Например, в авиакомпании Air Canada пару лет назад запретили командиру корабля обращаться к пассажирам как «hello, ladies and gentlemen». Надо говорить «hello, everyone». Положим много разных сейчас. Пожарника больше нельзя называть «fireman», надо говорить «firefighter». Не «polisman», а «police officer». Человечество не «mankind», а «humankind». Или, как Тридо предлагает, «people kind». Стюардесса или стюард, flight attendant. Мастер-бэндром теперь у нас «primary bedroom». То есть не хозяйская спальня, а главная или основная спальня. Говорить «хозяин» не политкорректно – это навевает воспоминания о рабстве. Ну и так далее. Также я ожидаю, что скоро запретят говорить «Merry Christmas», заменят это на «Happy holidays». Оно уже и сейчас считается правилом хорошего тона «так говорить». Но еще пока не запрещено, по крайней мере, законом. Ну и из последнего – это изменение гимна Канады в 2018 году. Поменяли строчку «истинная патриотическая любовь есть во всех твоих сыновьях» на «истинная патриотическая любовь» и есть в каждом из нас. Ну ладно, я политкорректно промолчу про все эти новшества. Но еще, конечно же, не могу обойти стороной мультикультурализм, мультикультурализм. Иногда употребляют термин «diversity», «разнообразие». Он немного шире. Оно где-то рядом с политкорректностью, но все-таки немного выделяется. Канадцы очень толерантны к разным национальностям, расам, религиям, языкам. Это не всегда было так. Были длительные периоды дискриминации индейцев, потом французов, китайцев, японцев, ну и так далее. Канада прошла достаточно длинный путь и политических баталий, и даже протестов. Некоторым особо одаренным личностям до сих пор и кается за грехи молодости. Сейчас же есть реальное равенство. Ну, конечно же, огромное разнообразие и большое количество иммигрантов имеет ключевую роль в развитии мультикультурализма. 22% канадцев рождены вне Канады, 5% — это коренные народы. Иммигранты прибивают из всех стран мира и континентов, но больше всего из Филиппин, Индии и Китая. Также растет иммиграция из Африки. Сейчас проводятся многочисленные фестивали, праздники всех народов и национальностей. Есть масса ресторанов и магазинов всех кухонь мира — китайские, индийские, итальянские, не знаю, иранские, филиппинские, всех не перечислить. В Торонто есть религиозные храмы всех религий мира, от катализма до буддизма. И все бы хорошо, но встречаются перегибы. Очень часто разнообразие приобретает причудливые формы. Например, в кое-каких компаниях считается правилом хорошего тона или даже просто правилом иметь в составе совета директоров сколько-то процентов не белых, сколько-то процентов женщин и так далее. Это приводит к тому, что на какие-то посты могут назначить человека не по профессиональным качествам, а по признакам пола или расы. Но уже раздаются голоса о дискриминации белых мужчин. А в Америке даже был один суд, когда белый мужчина, вице-президент одного из американских госпиталей, в 2018 году был уволен без уведомления, несмотря на положительные отзывы о своей работе. Он был заменен двумя женщинами, одной белой и одной черной, чтобы увеличить гендерное и расовое разнообразие среди руководителей госпиталя, как утверждалось в его иске. Также в иске утверждалось, что еще пять других белых мужчин были уволены госпиталем и заменены либо представителем расового меньшинства, либо женщиной в течение периода от 12 до 18 месяцев. Мужик отсудил у госпиталя 10 миллионов долларов. Возможно, таких судов было больше, но я знаю только про один. В Канаде я пока что о таких случаях не слышал, но думаю, что скоро будут. Вот такие формы разнообразия в кавычках – это всего лишь один из признаков дрейфа всего западного мира влево. И, к сожалению, это происходит на моих глазах. Еще есть попытки установить цензуру в социальных сетях, а также попытки свободно трактовать понятие «хейт-спич» – ненавистнические высказывания, которые порой имеют противоречие со свободой слова, закрепленные в канадской хартии прав и свобод. Периодически возникают споры в парламенте, публикации в прессе политиков и аналитиков о том, кто на ком стоял. Еще особенно в Америке отдельные активисты начинают сносить памятники отцам-основателям, запрещать какие-то фильмы, переписывать историю. Есть случаи увольнения за посты в социальных сетях и так далее. По-моему, весь этот западный мир слишком уж занесло влево от правильного русла. А так ведь можно и об скалу разбиться или на мель сесть. Пора бы нам уже чуток отвернуть и выходить на чистую воду, ей-богу. Канадцы улыбчивые и приветливые. Если вы идете навстречу канадцу на узкой дорожке, то он вам, скорее всего, улыбнется и скажет «хай». Ну, вы делаете то же самое. И вообще, я бы советовал привыкать и улыбаться чаще. Ну, так принято. Keep smiling, be happy, да? Ну, так принято, то есть советую. Но еще, конечно, канадцев объединяет любовь к хоккею. Они и сами играют многие, ну и, конечно, болеют за любимые команды. Ну, а Saturday Night Canada – это то святое время, когда все канадцы в субботу вечером смотрят хоккей и пьют пиво. Субботние матчи транслируются на всех основных телеканалах. Вы знаете, какой самый великий день в канадской истории? Но не по версии историков, а по версии простых канадцев. Я видел когда-то результаты какого-то опроса, но вот в этой вот статье тоже говорится о том же самом. Ни за что не догадаетесь. Это 28 сентября 1972 года, когда Хендерсон забил решающий гол в ворота советской сборной в суперсерии 1972 года за 34 секунды до конца последней игры. Этот гол позволил канадцам выиграть всю серию. Вот, посмотрите этот гол. Они пожиб Очки eli КАНАДЫ КАНАДИЗМЕНТРА 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 Почему именно этот день, не 1 июля 1867 года, день рождения Канады, не 8 мая 1945 года, когда закончилась Вторая мировая, ну, так считается в Канаде, а именно этот день. Ну, конечно же, канадцы просто фанатеют по хоккею это раз, плюс это была величайшая битва двух хоккейных школ и политических систем в то время, это два. Ну и, пожалуй, самое главное, это то, что Канада сделала это сама, без поддержки Америки или Англии. Вот просто взяла и сделала. В Торонто есть музей хоккейной славы, Hockey Hall of Fame. Смотрите мой ролик про него, ссылка под видео. Ну и анекдот из разряда черного юмора. Финальный матч Кубка Стэнли, трибуны забитые, яблоку негде упасть. А один мужик сидит один на пяти местах. Его спрашивают, мужик что, очумел на пяти местах один? Он говорит, не-не-не, они все собирались, но не смогли прийти. Там место моего брата, там моего отца, а тут место моего дяди, ну и моего племянника. Так почему они не смогли прийти? Финал же. Ну, они все на похоронах. А кто умер? Моя жена вчера умерла. Ну, вот такой черный канадский юмор. О пиве. Его канадцы очень любят и пьют много. Есть поверье, что канадцы в минуту выпивают столько пива, сколько воды выливается за эту же минуту в Ниагарском водопаде. Но я не думаю, что это правда. Средний канадец выпивает 79 литров пива в год, и это всего лишь 25 место в мире. Первое место занимает Чехия, у нее 142 литра. Все вместе канадцы выпивают 22 миллиона 700 тысяч гектолитров в год. Это 900 олимпийских бассейнов. Отличия канадцев от американцев. Как я сказал, хотя они очень похожи, но есть отличия. Я о них говорил в ролике номер 34, его мало кто посмотрел, а зря, рекомендую. Вот это отрывок оттуда. Ребята, ролик трудно понять тому, кто не в курсе дела. В общем, смотрите перевод под тем роликом. Субтитры сделал DimaTorzok Это была реклама канадского пива Molson Canadian. А вот, кстати, как эта канадская пивная компания Molson устроила себе шуточную рекламу на Олимпиаде в Сочи. Кстати, были же времена, а? Олимпиаду Россия проводилась совсем недавно. Ну ладно, по канадскому паспорту можно было открыть этот холодильник и взять как хочешь пиво оттуда бесплатно. Прохожие завидовали, благодарили и говорили, быть канадцем это очень хорошая идея. Так что канадцы не только имеют чувство юмора, но еще и креативны. Какие праздники празднуют канадцы? Практически каждый месяц есть красный день календаря, но, конечно, самый главный праздник это Рождество. Торонто, кстати, является родиной парадов Санта-Клаусов. Первый парад состоялся в 1905 году и до сих пор он является самым большим в мире. Его длина почти 6 километров. На второе место я бы поставил День Канады 1 июля. Празднование проходит по всей стране с салютами, парадами, представлениями и фестивалями. Также есть множество локальных праздников. В Бритиш-Коламбии это гонки на ваннах, в городе Нанайма на острове Виктория, в Калгаре это знаменитый Стампит или Родео, в Оттаве фестиваль тюльпанов, в Манитобе это прыжки лягушек, чья лягушка дальше прыгнет за три прыжка, ну и так далее. Еще канадцы любят рыбалку. Многие имеют лодки и огромное количество всяких снастей и снаряжения. Но это и понятно, тут масса озер, причем это не только великие озера, полно озер меньшего размера. Также масса рек. Ну и, конечно, Канада омывается тремя океанами, так что возможностей и мест для рыбалки полно. Любимая рыба это форель, лосось, осетр, ну там где его ловля разрешена. Но еще, пожалуй, маскилунг, это хищник, рыба семейства щуковых. Ее ловят в основном для чучела, она вырастает огромных размеров. Для еды не очень она пригодна, мясо очень жесткое. Вообще для еды берут, пожалуй, в основном форель, и то не всякую. Ну и осетра. Лосося салмана ловят только ради икры, но не для того, чтобы ее кушать, а для того, чтобы сделать приманку на форель. В марлевые мешочки кладется несколько икринок, ну на них хорошо идет форель. Ну а так рыбу ловят в основном ради удовольствия, так называемый catch and release, поймай и отпусти. Карп считается вообще сорной и грязной рыбой. Лучше о карпе с канадцами не говорить вообще. Ну, по крайней мере, в Антарио так. Что кроме хоккея и пива любят канадцы? Различные виды спорта, прежде всего, наверное, баскетбол и бейсбол. Причем, опять-таки, играют и сами, и болеют за свои любимые команды. Когда баскетбольная команда Торонто-Раптор стала чемпионом NBA в 2019 году, то на улицы Торонто вышло до двух миллионов человек, чтобы отпраздновать победу. Такого скопления народа Торонто не видела за всю свою историю. Ну, люди приезжали со всей страны, конечно. Еще канадцы любят горные лыжи, горнолыжных курортов в Канаде полно. Ну и, конечно, канадцы много путешествуют. Самый популярный вид отдыха, пожалуй, это all-inclusive на Карибах. Куба, Мексика, Доминканская республика и так далее. Среди пенсионеров очень популярна Флорида. Есть целый пласт людей, называемых сноубердс, перелетные птицы. Это пенсионеры, которые на зиму улетают во Флориду, а на лето возвращаются в Канаду. Многие имеют недвижимость во Флориде, а некоторые просто арендуют там что-то. Также канадцев много и в Лас-Вегасе, в этом городе греха. Ну а летом на Карибах слишком жарко, и канадцы предпочитают отдых дома. Это в основном коттеджи и кемпинги, или просто выезжают на день на отдых в какой-нибудь парк, к воде. Очень популярны каноэ, кану, а также прогулки на лодках, боутинг. Все есть трейлер, парки, некоторые имеют свои самолеты, летают на них для развлечения. Канадский английский, он немного отличается от британского и американского английского. Вот посмотрите буквально 3-4 эпизода, ссылку на весь этот ролик я оставляю под видео. Здесь я конечно дам отрывки про Эй, это обеззаловка, также Тимми и Дабл Дабл, но и Луни, это все на мой выбор. The first word we want to teach you is something that every Canadian uses from birth. I think it's the first word I said when I spoke. It is the word A. That was a dramatic pause. That was a very dramatic pause. Now you have to learn how to say the word A properly. Everybody always puts emphasis on A, and it shouldn't be that. It should just be an easy flow with the sentence. Exactly, and when you use the word A, it's just to add a question to something. So if you're asking a question, we just put A at the end of it. Like, if you meet me and you find out I'm Canadian, you can come up to me when we're traveling and say, oh, so you're Canadian, eh? Dave, what's Timmie's? Timmie's is our national coffee store. Yeah, it's our coffee house. It is, it's our, it's really like a national source of pride. A Canadian icon started it, hockey player Tim Horton. Not only do you need to know that it's called Timmie's, but you have to know how to order when you go. If you pull up to the drive-thru, Dave, what do you order? I order a large double-double. You're probably going, what the heck is a large double-double? Well, it's a large coffee with two cream and two sugar. Oh, yeah, that's just... That's Canadian slang. A large double-double. Now, I thought the whole world knew that we called our $1 coin a loonie. I thought so, too. But I was telling some people when we were in Istanbul a couple months ago, and they were like, you call your currency a loonie? And this is what a loonie is, people. It's our $1 coin. Dave, why do Canadians call our $1 coin a loonie? Well, you know, it's actually for a really good reason. Because in Canada, as you know, we're very practical. It's called things what they actually are. It's because on our loonie is an actual picture of a loon. A loon is a bird that goes... Woo! 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 There you go. The call of the loon. Woo! Woo! So when you're sitting on your deck at your cottage, consuming one of your two-fours, or perhaps having a Timmy's, you can listen to the call of the loon. Canadians are very different, by life and political views. Fund исследования общественного мнения Angus Reit Institute you've listed five types of Canadians. Number one. Liberal reformers. It's the young people, in the middle of the university, and most of them live in the big city. They work for financial support of the people of the people of the country, and support the cultural diversity and the rights of the LGBT. Number two. It's the people of the state sector. Здесь много женщин и людей с середины политического спектра. Они очень доверяют СМИ и правительству и поддерживают большее государственное регулирование в экономике. Number three. Осторожные скептики. Эта группа разделена пополам, по полу и по политическим взглядам. Они не доверяют СМИ и правительству и считают, что и те, и другие преувеличивают угрозу терроризма, например. Number four. Религиозные традиционалисты. Они выступают против фептаназии и увеличения прав ЛГБТ. В этой группе большое число жителей сельской местности, каждый четвертый, а также иммигрантов. И пятый тип. Энтузиасты свободного предпринимательства. Это в основном мужчины старше 55 лет. Они выступают против государственного регулирования экономики и за свободный рынок, против законодательного регулирования равноправия полов, а также считают, что социальные программы должны быть урезаны. Вот я, пожалуй, отношусь к пятому типу. Но я бы сказал, что вообще говоря, канадцы достаточно аполитичны, по крайней мере на людях. О политике не принято говорить вообще. На работе мы говорим о чем угодно. На хоккей, рыбалке, не знаю, о ценах, о погоде, но только не о политике. Это своего рода табу. Наверняка на кухнях и в семьях канадцы что-то обсуждают, но не на людях. Еще до недавнего времени я думал, что канадцы не способны к каким-то протестам вообще. И очень мало проявляют социальные активности. Но недавние протесты дальнобойщиков заставили меня пересмотреть эту точку зрения. Но по крайней мере получается, что если их выбесить, то они способны на многое. Однако в какой-то момент во время протестов сложилась ситуация, когда напряжение было очень высоко, протестующие и полиция буквально стояли стенка на стенку на расстоянии вытянутой руки. И все-таки разошлись. По выражению одного аналитика, они решили, нет, мы канадцы и мы не делаем этого. Но несмотря ни на что, канадцы очень законопослушные. Но вот сказали им, надо вакцинироваться, и большинство вакцинировалось. Вот очередь на вакцинацию в Торонто. Если помните в последних новостях, номер 79, я говорил, что полностью вакцинировано 80% канадцев, частично 84. И это только один пример. Если где-то на кемпинге нельзя собирать ветки для костра, хотя этого бурелома полно в лесу, прямо возле палаток, то они и не будут. Будут покупать дрова за деньги. Смотрите ролик номер 27 про кемпинги, там есть подробности. Ну и так далее. Вот что канадцы нарушают постоянно, так это правила дорожного движения. Особенно скорость. Это вообще не догма в Канаде. Но есть исключение. В скул-зонах возле школы обычно стоит знак 40. Ну вот так 40 они и едут. Ну может 45. И кстати не рекомендую нарушать скорость в скул-зонах. Полиция не простит. Ну может пару километров только простят. Вообще-то обычно полиция не штрафует за превышение до 10 км в час. Немного особняком в плане законопослушания стоят квебекцы. Они вообще по-моему какие-то пофигисты. Но сейчас ДГДН с меня поправит, если что. А еще они не очень-то считают себя канадцами. Они считают себя квебекцами. Ну вот вам фрагмент. Канадцы стучат. Да, есть такое дело. На меня на самого настучал как-то сосед. У меня был ремонт в доме, и на фронте скопилось какое-то количество строительного мусора. Ну вот фотка, где он лежал. Ну да, он пролежал там несколько дней. Это нехорошо. По идее, я его должен был убрать в течение 48 часов или заказать специальный контейнер. Но поскольку он никому не мешал, то я решил сэкономить и нарушил. В пятницу я заказал вывоз мусора на понедельник на 11 утра. Жена была дома утром в понедельник, а я уехал на работу. А в 9 утра приехала целая куча техники из Сити убрать мой мусор, и, соответственно, я должен был заплатить за его вывоз по каким-то бешеным тарифам. Моя жена кричала им, что машина за мусором уже в пути, но они ее не слушали. Ну что, конечно, сосед настучал, и я даже знаю, кто. Но однако другой сосед позвонил мне на сотовый и сказал, Джордж, тут проблемы, я, наверное, должен тебе сказать. Сити приехала по твою душу. Ну так же тоже от человека зависит. Один сосед настучал на меня, другой сосед позвонил и предупредил меня. Причем оба канадцы, не эмиграции. Ну, насчет стука есть вообще разные мнения. Есть такое мнение, с которым я, наверное, согласен, что иногда эта практика полезна. Ну что я буду хотеть к соседу ругаться, если он что-то делает не так? Ну, например, музыку громко по ночам включает. Я просто позвоню в полицию и все. Наутро буду улыбаться соседу, как ни в чем не бывало. И он мне, он же не знает, что это я звонил. Ну и все, отношения нормальные остались. Но иногда стукачество напрягает, как в моем примере. Я в итоге, кстати, ничего не заплатил, ибо я нашел, что Сити нарушила там что-то, и я звонил этим бойцам, но они и замяли тело. Но было неприятно. Ну вот, какие практические выводы из этого всего дела? Дорогие. Наверное, вы немного поняли, как себя вести с канадцами. Будьте вежливы, извиняйтесь по поводу и без повода, улыбайтесь чаще. Имейте в виду, что как-то даже намекнуть человеку на его цвет кожи, или национальность, или пол, или сексуальную ориентацию, особенно на работе, даже если бы ничего плохого не имели в виду. Это все очень скользко. Можно нарваться на неприятности. Ну или пошутить и как-то неудачно. Вот не надо этого. А также надо быть готовым к тому, что на рабочем интервью канадцы могут задавать вопросы по политкорректности. А также behavioral questions, поведенческие вопросы. По прохождению интервью смотрите ролик номер 17, ссылка под видео. Там я даю много информации и советов. Что, безусловно, более всего объединяет канадцев, так это, конечно, гордость, что они канадцы, и это канадцы. Ну то есть гордость за Канаду. Вот предлагаю послушать эту патриотичную песенку. Канадцы. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Как-то так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик и постите ссылки на мои ролики в ваших социальных сетях. Всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok